Итак, я вам говорил, что я представляю Институт Линейского по информационным технологиям образования, где я работаю национальным программным специалистом. И сегодня хотел именно как начальный посыл нашему семинару дать. В общем-то, доклад связан с тем, почему мы здесь, почему мы вместе с вами, почему мы вместе с Роснана. Но все это я хотел изложить с точки зрения политики ЮНЕСКО в области применения ИКТ в образовании в целом и, естественно, в приложении к той области знаний, которую вы представляете. И, конечно, основные моменты, которые хотелось бы здесь затронуть, то есть это взгляд ЮНЕСКО на проблемы обеспечения качества и равного доступа к образованию. Это вопросы, связанные с ИКТ, компетентностью и профессиональным развитием педагогических работников. Ну, прежде всего, я хочу поприветствовать вас от лица Бюро ЮНЕСКО в Москве и нашего института. ЮНЕСКО представлено многими организациями в России, но вот две основные такие структуры. Это региональное бюро ЮНЕСКО, которое возглавляет господин Бадар, что он является и исполняющим обязанностями нашего института. И наш институт, так называемый институт категории 1 ЮНЕСКО, хотя он расположен на территории России, он является структурным подразделением ЮНЕСКО, то есть это фактически некая такая вынесенная часть ЮНЕСКО. И таких институтов в мире всего семь, которые работают в области образования. Каждый занимается своими специфическими вопросами, и только наш институт занимается вопросами чисто применения ИКТ в образовании на всех его уровнях, во всех его секторах. Ну, прежде всего, я хочу отметить, что взгляд ЮНЕСКО на проблемы, связанные с применением ИКТ в образовании, относятся к более глобальной проблеме формирования общества знаний. Это является сегодня одним из важнейших приоритетов ЮНЕСКО. И при этом ЮНЕСКО рассматривает глобальное общество знаний вот с точки зрения таких формулировок, что сегодня наиболее востребованной становится способность человека к творческой деятельности, которая включает аналитическую обработку информации для выработки новых знаний. И также отмечается возрастающее значение информации для развития экономики и социальной сферы, и причем в самом широком смысле и на всех ее уровнях. То есть не только для развития в целом, так сказать, глобальных систем, но и также микросистем экономических, начиная от самого человека. Потому что сегодня вот на этом уровне мы с вами представляем тоже некий элемент системы экономической, на котором очень сильно отражаются те тенденции, связанные прежде всего с передачей знаний и трансформацией в производство товара или услуги. Какие сегодня вызовы общества? Ну, наверное, вам они знакомы. Это прежде всего быстрое обновление знаний, это возрастающая потребность высококвалифицированных специалистов, резкое увеличение используемой информации в деятельности человека. И при этом ЮНЕСКО особо отмечает, что вот то самое глобальное общество знаний должно быть инклюзивным, то есть комфортным для всех его жителей, работников, ну, в том числе для учителей, преподавателей, профессорского преподавательского состава тоже. Естественно, что общество знаний и процессы его формирования носят в большой степени инновационный характер. И в своих документах ЮНЕСКО отмечает, что формирование социально ориентированных инклюзивных обществ знаний возможно только через реализацию инновационных подходов к развитию экономики и социальной сферы на основе накопленных объемов знаний, которые постоянно обновляются. И все это происходит в рамках процессов информатизации ну, фактически всех сфер человеческой деятельности. При этом информатизация является вот тем важнейшим фактором структурных инновационных изменений. Какие тенденции сегодня мы наблюдаем, связанные с вот таким глобальным проникновением и вездесущим проникновением информационных технологий? Ну, прежде всего, использование интернета на всех уровнях. Я повторяю, начиная от макро уровней и кончая индивидуальными пользователями. Это социальные сети, которые сегодня используются все в большей степени, но не только для общения такого частного, личного, но в том числе для решения профессиональных задач, для получения новых знаний, для организации образовательного процесса. Это объединенные коммуникации, интеграция различных устройств, с систем связи, начиная от мобильных устройств и заканчивая мейнфреймами, то есть суперкомпьютерами. Это, конечно, возрастающие объемы информации, о чем я говорил. Это сотрудничество, причем сотрудничество часто между субъектами экономики, которые до недавнего времени были конкурентными. Мы сегодня видим, что часто компании крупные, особенно в области информационных технологий, для выполнения каких-то передовых инновационных проектов используют, так сказать, возможности работы со своими конкурентами. Вы это видите на примере и как различных бытовых устройств, так и при разработке крупных программно-технологических комплексов. Это включенность, о чем я говорил, то есть возможность сегодня различным категориям населения, независимо от их местоположения, от социального статуса, от демографической ситуации, быть включенными в процессы генерации использования знаний, что раньше они не могли. Это рост новых процессий по профессии и, конечно, это влияние информационных технологий на качество жизни. И при этом необходимо ответить, что сегодня основные экономические и социальные силы концентрируются вокруг сфер деятельности, напрямую связанных со знаниями и прежде всего с образованием. Ну, в общем, поэтому мы здесь с вами обсуждаем эти вопросы. И как же вот эти процессы проникновения информационных технологий влияют на образование? Ну, прежде всего, это ориентация на инновационные педагогические практики. Причем не только сами по себе в качестве эксперимента какой-то новой педагогической методики или элементов методологии, а это прежде всего направлено на повышение эффективности учебного процесса. И причем вот это повышение эффективности учебного процесса связано не только с использованием каких-то новых элементов или инструментов в рамках существующей модели образовательного процесса, но прежде всего изменение самого понятия образовательного процесса, когда роли участников образовательного процесса сегодня резко могут отличаться от тех ролей и позиций, которые присущи традиционному образовательному процессу. Это персонализация. Персонализация, и сегодня будет этому посвящено у нас третье сообщение Дмитрия Изместева, которое я позже представлю. Это ориентация на потребности конкретного учащегося, конкретного слушателя, студента, школьника, даже в рамках группового обучения. Еще один важный момент – это то, что изменения, которые связаны с проникновением информационных технологий в образовании, происходят именно сейчас. То есть сегодня нельзя сказать, что да, вот появились новые программные средства, и мы их послезавтра будем использовать. Моментально происходит адаптация существующих методик, технологий, ориентационных процессов к новым изменениям, связанным с ведрением новой техники или технологии. Это проблемы насыщения рынка труда, и связанные с этим проблемой экономического роста, ну и, конечно, влияние вот этих технологий, которые используются в образовании, на жизнь человека в целом. При этом, несмотря на наличие такого огромного технологического импульса, фактора или набора инструментария, основным носителем, генератором и одновременно потребителем знаний является человек, потому что он связан непосредственно со знаниями. Ну и при этом необходимо учитывать целый набор факторов, которые влияют на образование сегодня. И часто мы просто не осознаем, где и как они проявляются. Поэтому, естественно, иногда голова идет у нас кругом, и здесь роль университетов, прежде всего, университетов инженерно-технического профиля очень-очень важна. Почему инженерно-технического? Потому что знания, связанные с технологиями, информационными технологиями, прежде всего, относятся к этой сфере. И сегодня мы должны отметить, что роль университетов, она немножко изменяется. Прежде всего, это центр инновационного развития не только того места, где существует сегодня университет, а за счет использования сетевых технологий роль университетов возрастает как центров развития в масштабах региона, страны и даже на уровне международного разделения труда и услуг. Университеты становятся активными субъектами новой экономики, а не только как классические, такие накопители и распространительные знания. Но очень важно, что университет сегодня становится связующим звеном между школьным и профессионально-техническим образованием. При этом понятно, что в целом важнейшим звеном системы образования в обществе знаний является школа, потому что там зарождаются те навыки, прививаются те навыки, формируются те начальные компетенции, которые должны в дальнейшем развиваться в системе профессионального или высшего профессионального образования. И вот одним из слабых звеньев, к сожалению, российской системы образования и подготовки кадров, как вы знаете, является то, что у нас называется профтехобразование. А в международной практике немножко другая формулировка – это technical vocational education and training, то есть это профессиональное техническое образование и обучение. Это очень важно отметить вот эти два ключевых слова – образование и обучение, потому что обучение связано прежде всего с привитием навыков, тех самых начальных инженерных навыков, о чем будет говорить сегодня профессор Ча. И на самом-то деле система профобразования является очень важным элементом системы непрерывного инженерного образования. Но при этом ключевыми фигурами общества знаний являются преподаватели, учителя, наставники, все, кто передает свои знания или знаниями, которыми имеется доступ ученикам, слушателям, студентам, как угодно можно их называть. Я тут хотел отметить, что вы вот при… если будете сталкиваться с документами ЮНЕСКО, то часто, особенно в английском варианте, там везде используется teacher. И иногда все думают, что вот ЮНЕСКО занимается только учителями, это школа, это нас не интересует. На самом деле в документах ЮНЕСКО, во всех проектах teacher используется в двух смыслах. Это teacher в самом широком смысле, то есть человек, который передает знания. И поэтому здесь мы рассматриваем учителя именно как в широком смысле это и преподаватель, и мастер производственного технического обучения. И в то же время есть отдельные проекты, ну, допустим, связанные с информатизацией школьного образования, где действительно учитель – это учитель. Поэтому всегда очень внимательно надо смотреть на этот контекст. И если опять же к терминологии возвращаться, то часто вот компании, наши партнеры из частного сектора, то есть такие Microsoft, Cisco или Autodesk, они используют такое понятие как educator. Ну, это так просто, чтобы у вас было некое терминологическое. Educator, который более широко, как работник образования в целом. И вот ЮНЕСКО, естественно, в своих целях очень большое внимание уделяет вопросам глобальной опеки, повышения статуса, поддержки, профессионального развития всех категорий педагогических работников, учителей, преподавателей, профессор и преподавательского состава. Ну и, к сожалению, необходимо отметить, несмотря на все усилия и мирового сообщества, и национальных систем образования, и наших коллег из корпораций, из частного сектора, сегодня самая основная проблема – это не только количество высококвалифицированных учителей, преподавателей нового типа, но это их профессиональная компетентность и профессиональное развитие. И прежде всего, с точки зрения понимания того, как информационные технологии могут оказать помощь им для реализации своей профессиональной деятельности. А как раз вот качество педагогических работников, их компетентность и непрерывное профессиональное образование является ключевой элементом обеспечения качества в целом. Это отмечают руководители ЮНЕСКО, потому, в частности, тут цитата генерального директора ЮНЕСКО. Ну и в целях нашей организации к 2015 году, ну, достаточно амбициозные, с учетом различных кризисных явлений, не только во внешней среде, но и внутри, так сказать, самой организации, вот все-таки цели на 2015 год, это насыщение системы образования не только количественно, но и качественно учителями нового типа. И вот здесь ЮНЕСКО как раз отмечает, что все эти вопросы... Да, кстати, цифры такие, что только для системы школьного образования требуются ежегодно около 2 миллионов новых учителей. Примерно такие же цифры для профтехобразования, ну, для высшего образования немножко меньше с точки зрения преподавателей. И путь к решению этих проблем только через использование информационных технологий. Поэтому ЮНЕСКО поддерживает различные инициативы, связанные с интеграцией ИКТ в подготовку педагогических кадров. Это через разработку рекомендаций стандартов ИКТ-компетентности, формирование и развитие сообществ практики педагогов и учащихся, профессиональное развитие, развитие многостороннего сотрудничества. И вот наш институт, Институт ЮНЕСКО, как раз вот в рамках поддержки этих инициатив, уже вот в течение 15 лет скоро, занимается вопросами, связанными с такими тремя основными направлениями. Это поддержка лиц, принимающих решения в национальных, региональных системах образования с точки зрения выработки политики, информатизации, и мы оказываем техническое содействие в принятии таких решений. Это профессиональное развитие научно-педагогических работников и сетевое взаимодействие с университетами, с компаниями. И это вопросы, связанные с цифровой педагогикой, прежде всего вопросы открытых образовательных ресурсов, использования массовых открытых онлайн-курсов, что также у нас, кстати, запланировано на ближайшие мероприятия. Работаем с тремя важнейшими сетями ЮНЕСКО глобальными. Это сеть ассоциированных школ, сеть кафедры ЮНЕСКО и сеть центров профессионально-технического образования. Модель сотрудничества, которую мы также предлагаем для тех организаций, которые вы представляете, вот она здесь представлена. То есть мы инициируем некие проекты, отрабатываем их в пилотном варианте через сети кафедр ЮНЕСКО, школ и центров профессионально-технического образования. И затем это транслируем уже в среду образовательную, но на различные ее уровни. Как пример, который ближе всего к высшему образованию, это вот наш проект, сеть кафедр ЮНЕСКО, работающих в области применения ИКТ в образовании и инновационной педагогике. На сегодня уже более 30 участников, которые представляют не только кафедры ЮНЕСКО и сети этих кафедр, но также ведущие университеты, сеть открытая. И сегодня вот тут 14, но на самом деле сегодня уже 18 государств представлено здесь. Я очень рад, что здесь вот есть представители университетов и кафедр, которые входят в эту сеть. Наши исследования и публикации. У вас вот здесь две авторские публикации, так называемые полиси-бриф, аналитические записки. Это как раз наших сегодняшних докладчиков. И мы будем на каждом семинаре предлагать. Некоторые переведены на русский язык. И, кстати, хочу сообщить, что ЮНЕСКО с этого года полностью все свои публикации, отчеты, любые материалы подвела под соглашение Creative Commons. Вы знаете открытие лицензии, то есть вы можете их использовать на основании соответствующих правил, процедур, вот так называемых открытых лицензий с учетом сохранения авторских прав. Я думаю, мы посвятим один из наших семинаров как раз вот так называемым вот этим проблемам тоже. Я почему это сказал? Значит, в принципе, если какой-то университет или организация заинтересована, чтобы сделать перевод и распространять материалы, которые у нас есть, значит, вы должны только сообщить об этом в ЮНЕСКО или в наш институт и можете это делать. Конференции, инициативы и проекты и, конечно, сотрудничество с университетами, неправительственными организациями профессионального характера, то есть это различные, ну, например, РАИФИП или институт Международный союз связи, с которыми мы выполняем различные проекты. Ну, основное, конечно, это сотрудничество с университетами как вот основными генераторами знаний и реализаторами таких инновационных подходов. Ну, естественно, работаем также и с компаниями из частного сектора. Как пример наших проектов с нашими партнерами из частного сектора, это совместный центр инновационных образовательных технологий с Microsoft, это совместные образовательные программы с Cisco. Сейчас мы активно развиваем сотрудничество с Международной Академией Modern Trees. Я думаю, мы также посвятим один из семинаров проблемам вот этой теории рационализаторских изобретательских задач, которая, к сожалению, была несколько, так сказать, забыта в нашей стране, хотя автором является Академик Альцшуллер. Эта теория немножко претерпела изменения сегодня, она привязалась к, в том числе, инструментальным средствам реализации, но, во всяком случае, успехи Samsung связаны с тем, что Samsung привлек наших с вами соотечественников, к сожалению, которые в силу разных причин ведущих профессоров, докторов наук, работающих в области инженерного образования, и вот Samsung его прорыв связан с тем, что они фактически для стратегии развития, инновационного развития своей компании использовали вот эту теорию рационализаторских изобретательских задач, фактически созданную в Сибирском отделении Академии наук. Мы сейчас готовим большое соглашение с компанией Autodesk, будет в октябре подписано, благодаря нашим консультациям сегодня руководство компании приняло решение открыть полностью все свои программные средства для использования в образовательных учреждениях, то есть вы можете использовать все мощнейшие средства инженерного проектирования, 3D-дизайна, моделирования инновационного, мультипликации для организации учебного процесса и сейчас мы готовим конкурс такого глобального масштаба для школьников старших классов и для университетов по использованию программных средств Autodesk для решения различных задач, начиная от дизайна промышленных изделий и кончая архитектурой любых вопросов. Мы реализуем магистрские программы совместно с университетами, но прежде всего с университетами, которые входят в нашу сеть, ну как пример, это международная магистрская программа и КТ в профессиональном развитии учителей, которые первые выпускники появились у нас в Санкт-Петербурге в университете Герсона и сейчас мы с Роснана планируем адаптацию вот этой программы, которая в данном случае к учителям относится именно как общего образования для адаптации ее для профессии преподавательского состава инженерных вузов. Как пример работы с крупнейшими IT-компаниями, это совместный учебно-научный центр в ИТМО в Санкт-Петербурге, который мы открыли, там уже в течение года он работает. Ну и думаем, что вот такой подход позволит нам решить вопрос, связанный с формированием той самой системы непрерывного качественного образования, о которой говорим. Я до того, как Винеска пришел работать, почти 40 лет проработал в системе высшего образования, от студента до первого проректора 15 лет, одного из ведущих вузов российских, и все время, в 70-х годах, когда я поступил, всегда было непрерывное образование, непрерывное образование, качество образования. За счет внедрения вот были мейнфреймы, были там Минские, были Бесмы, а вот сейчас появились у нас ЕСВМ, качество образования возрастет. Были перфоленты, перфокарты, появились, вот сейчас качество образования возрастет. На самом деле, качество образования от этого существенно, я об этом в заключении скажу, не возрастает, потому что это попытка, так сказать, упаковать в существующие дидактические методы, методические методы, просто новый продукт. Да, молоток стал гораздо красивее, и гвозди стали немножко другие, но непонятно улучшились ли качество от этого. А вот как видят наши дети, то есть здесь с одной стороны существует подход такой гуманитарный, скажем так, социальный, что школа, нет, компьютеры подальше, они вредят детям, все, санпимы и так далее, и студенты тоже слишком много времени за компьютером, или второй подход, вот полностью работодизированная, так сказать, система обучения, а вот видят ее наши дети, это реальный рисунок, рисунок реальной девочки, кстати, девочка, которая тоже с ограниченным возможностей здоровья, вот как они видят, что такое школа будущего, на самом деле это и университет будущего, и профтехообразование, тоже может взять отсюда, учитель, ученик, а между ними вот пресловутая та самая буковка И, которой мы рады, что она присутствует также в названии наших соорганизаторов, но на самом деле вот это и сегодня она, так сказать, очень серьезно влияет на всех, но самое главное, вот для чем мы собственно с вами здесь собираемся, а какой университет встретит детей, которые уже сегодня на самом деле с точки зрения вот таких технических компетенций технологической грамотности часто превосходят своих учителей. Традиционный или вот такой. Но тут нам нужно обратить внимание еще на несколько проблем. Это проблема вот то, что я говорил, так сказать, разный уровень понимания компетенции с точки зрения использования технологических средств для обучения на самом деле может быть и не только для получения передачи только технологических знаний. Это одна проблема, а вторая проблема не надо забывать, несмотря на то, что сегодня будет посвящен доклад о новом поколении учебников, которые комбинируют традиционную формула с высокотехнологичной оболочкой, в том, что книга она не только источник знаний, но она еще и предмет культурного наследия. Так что вот здесь тоже баланс должен быть найден. Опять же, я это все привязываю к позиции ЮНЕСКО с точки зрения образования. Ну, и вот здесь буквально несколько слов о том, чему уделяет сегодня наш институт очень важное значение. Я рад, что мы в лице Роснано нашли здесь наших соратников. Это профессиональная КТ-компетентность. Не просто технологическое уметь использовать современные устройства, девайзы, как называют, для решения каких-то своих задач, а прежде всего, для того, чтобы действительно учебный процесс был модернизирован. Мы исходим из вот такой модели. Существует три группы ключевых компетенций в информационном обществе или в обществе знаний. Это профессиональные, они всегда традиционно были. Сапожник делал сапоги, художник рисовал. Социальные компетенции, которые сегодня являются очень важными, это и работа в поликультурной среде, в многоязычной среде, это возможность сопротивляемости стрессом внутри коллектива, вовне коллектива, это работа в сетях, это просто стрессоустойчивость и готовность работать в условиях кризиса. Вот этому сегодня практически никто не учит и нет программ образовательных, ну, очень мало есть программ, буквально 2-3 в целом в мировой системе высшего образования есть вот такие программы подготовки специалистов по развитию социальных компетенций. А вы знаете, сегодня иногда даже в хорошей школе, вот сейчас по радио обсуждалось недавно, что рейтинг школ сделали, и вот начинают звонить, родители говорят, да школа супер, знания вообще, но нашего ребенка там так загнобили, что нам лучше бы там не учиться, моего брата. Это и есть социальная компетенция. Так вот, сегодня именно информационная компетенция, связанная с использованием вот таких ИКТ-интегрированных систем, позволяют достичь вот такой синергетического эффекта между профессиональными и социальными компетенциями, то есть возможность через информационные технологии развивать профессиональные компетенции с учетом социальных компетенций и формировать социальные компетенции, связанные с профессиональной областью знаний. И вот в рамках таких моделей, в такой модели ЮНЕСКО вместе со своими партнерами из частного сектора и из профессионального сообщества АСТ, Международный совет по технологиям образовательным, в течение нескольких лет разрабатывала рамочные рекомендации по структуре ИКТ компетенцию ЮНЕСКО, которые должны на самом деле задать некие такие действительно рамки или планку ориентира профессиональной педагогической ИКТ компетентности для всех педагогов. Первый вариант этой модели для учителей школы, потому что, повторяю, там зарождаются знания и умения. Подход очень, да, значит, модель очень простая, три подхода, как бы, три области связанные со знаниями. Это, собственно, применение ИКТ, как применять ИКТ для освоения, углубления знаний и как применять технологии для генерации и производства новой знаний. То есть, вот эти три подхода и определены шесть таких достаточно обобщенных областей работы современного педагога. Прежде всего, должен понимать для чего и как использовать информационные технологии, как составить учебную программу, тесты, как создать систему оценки знаний, как внедрить информационные технологии в педагогическую практику, собственно, как пользоваться современными информационными технологиями, как использовать технологии для организации управления и для собственного профессионального развития. то есть, три подхода, шесть аспектов и получается 18 модулей. Вот это есть матрица ИКТ-компетентности современного педагогического работника. И вот мы как раз уже договорились с коллегами из Роснана, что мы в следующем году приступаем к адаптации, к разработке адаптированного варианта вот такой матрицы для системы высшего инженерного образования. А может быть это будет и набор таких матриц компетентностей не только для высшего, но и для инженерно-технического профессионального образования. Это вопрос дискуссий. Что для этого сделано? Разработано огромное количество различных руководств, методик по применению этих инструментов. Разработана методология адаптации и привязки к конкретным областям или уровням образования. Ну и вот что мы планируем в рамках сотрудничества ИТО и Роснано, но прежде всего СИНАно. Это первый шаг уже сделан, организация цикла открытых семинаров, сегодня первый из них. Это адаптация вот этой рамочной модели к требованиям и особенностям инженерно-технического образования. Возможно, выход на отраслевой стандарт ИКТ-компетентности для профессорско-предподавательских составов вузов. Это разработка и реализация совместных образовательных программ, модулей, учебных курсов для профессионального развития профессорско-предподавательского состава вузов и других образовательных учреждений. И конечно важный вопрос это формирование специализированных открытых образовательных ресурсов связанных с отраслевой спецификой Роснано и инженерного образования. И затем с их использованием организация дистанционного образования в формате тех самых MOOC или MOOC массовых открытых онлайн курсов, которые сегодня достаточно горячие темы. Я думаю, следующий семинар в ноябре мы посвятим именно этому. И в заключении просто хочу сказать, для чего все это делается. Вот вам несколько картинок. Вот слева картинка это учебный класс, который в 18 веке 1746 года. Вот справа традиционный класс. Смотрите разницу. Ну да, одежда немножко претерпела изменения, хотя и некоторые элементы одежды вы можете найти и в сегодняшней нашей повседневной жизни. На самом деле все одно и то же. Есть учитель, есть ученики, ученики что-то делают, учитель им передает свои знания вроде бы как и говорит, вы должны сделать это, это и это. Да, современный учебный класс, вот справа, вроде бы появились компьютеры, но опять же, учитель там же, дети там же и еще больше чем-то самим занимаются, и это, кстати, относится в том числе и к любому уровню образования. И вот проблема, которую мы должны решить, это, чтобы системы информатизации, вообще все процессы информатизации не привели нас к тому, ну вот, что иногда мы видим на потребительском рынке, когда старые какие-то содержания упаковываются в новую оболочку, ну то есть фактически мертвое вино в новых бутылках. Почему это очень важно? Вот, например, статистика показывает, вот ушел представитель статистических служб Роснано, что массовые вливания инвестиций в технологические средства, в программные средства, без изменения самой структуры организации учебного процесса, научных исследований, они не дают эффекта. И это основная проблема сегодня. И как раз вот в рамках наших семинаров хотелось бы найти какие-то подходы к этому. Об этом мы будем говорить. Сегодня появились масса новых подходов к трансформации такого классического подхода с использованием возможностей новых технологий, но это нужно знать и уметь в принципе как использовать. Поэтому наш институт приглашает вас к сотрудничеству в этой области, прежде всего в области повышения доступности и качества инженерного образования на основе применения информационных технологий и новых педагогических методик. Благодарю вас за внимание. материалы которые вот о которых я говорил которые открыто дались вот там в правом верхнем углу это наш сайт они все открытые вы можете ими пользоваться там есть и раздел учебных курсов часть материалов только на английском языке часть на русском английском но они все открытые вы можете пользоваться ссылками. если у вас будет желание на основе наших материалов допустим на основе магистрской программы или каких-то других учебных курсов создать собственную образовательную программу мы готовы вам в этом помочь и иногда не только словами и делами даже несмотря вот на то что сегодня достаточно серьезная финансовая ситуация и в целом в мире и в ЮНЕСКО тоже есть свои проблемы но во всяком случае наше сотрудничество с идущими университетами показывает что когда мы объединяем свои ресурсы не только человеческие но и материальные то мы достигаем хорошего успеха благодарю за внимание до встречи до встречи Продолжение следует...